Такая старая советская песня была. Да, привет, кстати говоря. Сегодня праздник у девчат, сегодня будут танцы. Сегодня праздник не у девчат, сегодня праздник, может быть, вчера или позавчера, праздник у любителей прогрессивного рока, потому что на виниле стали появляться пластинки, ранние пластинки группы The Flower Kings, которых прежде я не видел, честно говоря, были у меня на компакт-дисках The Flower Kings в ранние, там, конца 90-х, начала 2000-х, но виниловых не было никогда. Flower Power, одна из самых показательных записей The Flower Kings, четвертый студийный альбом и второй двойник. Ну, сейчас он вышел как тройник. Вот целых три пластинища здоровенных, много музыки замечательной шведской группы The Flower The Flower Kings, любители так называемого прогрессивного рока, будут счастливы. Я счастлив, на самом деле. Ну, вкладочка такая весьма скромная, с текстами песен, с фотографией, еще с одной фотографией, вот тут. И с двумя компакт-дисками, на которых здесь их два, на которых продублировано все то же самое, только в цифре. Многие знают эту шведскую группу замечательную, Ройна Штольта, Томаса Бодина, клавишника, Ройн Штольт, гитарист, если кто не в курсе, и певец, и автор большинства композиций The Flower Kings. Томас Бодин проявил себя как раз вот на этом альбоме Flower Power. Очень много написал музыки, как композитор, как автор, соответственно. Но что интересно? Интересна эта пластинка двойная, а теперь тройная тем, что состоит она как бы из двух альбомов. Не в том смысле, что две пластинки, а два самостоятельных произведения. Первое произведение, которое называется Garden of Dreams, и идет оно час. Одна песня идет ровно час. Переплюнули они и Ес, любимых, и всех остальных музыкантов, которые играли в этом же направлении. Вот термин прогрессивный рок у меня уже навяз в зубах, я его терпеть не могу, на самом деле. Рок вообще, весь прогрессивный. По отношению к музыке 50-х и 40-х годов, это прогрессивная музыка. Поэтому, условно говоря, Garden of Dreams состоит из 18, по-моему, частей. Первая, вторая и третья сторона альбома этого посвящена как раз Garden of Dreams. Часть 1, часть 2, часть 3. И внутри этих частей еще под части, которых много, порядка 18 я уже говорил. Очень красивая вещь. Просто даже критики пишут, что это путешествие в сказочный мир, хотя песня эта, часовая, посвящена падению человечества, упадку современной цивилизации, что, с одной стороны, является темой весьма традиционной для поэтов и певцов, интересной, всегда есть в чем покопаться, развивая эту тему. С другой стороны, она довольно странная, потому что человечество как-то все падает, падает, куда-то оно падает, такое ощущение, что оно находилось, что люди жили в каком-то райском саду когда-то, назовите это время, я не знаю, а теперь оно оттуда падает. На мой взгляд, человечество никуда не падает, оно как было тысячи лет назад, так и осталось ровно на том же месте. Ну, в смысле отношений между людьми, в смысле науки, культуры, технологии, не побоюсь этого слова. Вот как оно было, так оно и есть. Никуда оно не падает и никуда оно, в общем-то, и не развивается. А если кто-то считает, что мы подошли к тому моменту, к тому рубежу, за которым цивилизация гибнет, так опять-таки, на мой скромный взгляд, цивилизации гибли уже не один раз. Уже они гибли, возрождались, потом опять гибли, потом опять возрождались. А люди вот такие ровненько жили так же точно, как сейчас. Бывали, кстати, времена и похуже, поэтому я не знаю, куда там человечество падает. Но тема интересная для художника. Что тут говорить? Тема интересная, но еще более интересное воплощение этой темы в первой части, которая длится час, я напоминаю. А весь альбом длится два часа. Вот эта вот пластинка, она и в оригинале длится два часа на компакт-дисках, точнее. Она и в этом издании тоже длится два часа. Звучание, кстати говоря, очень хорошее и можно считать это оригиналом. Компания Inside Out выпустили эту пластинку. Inside Out специализируется, все это знают на так называемом прогрессивном роке. Очень хорошая компания, отслеживает качество, внимательно все следит. Тем более, что сами артисты The Flower Kings принимали участие в издании виниловой серии своих ранних альбомов. Они сами всем этим занимаются, сами все это контролируют и все здесь в порядке. Аналоговое звучание, все как нужно. Так вот, о воплощении. Не делятся песни паузами, не отделяются друг от друга. Идет монолитная такая история. Деление на песни довольно условно, хотя песни в отдельности существуют. Каждая сама по себе. Начинается все с такой псевдооркестровой мини-увертюры, такая вступа. А потом понеслась Simple Song. Вот Бодин и Штольд авторы здесь. Рон Штольд, я уже говорил, является автором примерно 99% творчества, процентов музыки и текстов ранних The Flower Kings. А Бодин на этой пластинке уже проявил себя в первый раз так монументально, но очень хорошо. Simple Song. Как всегда у The Flower Kings, масса мелодий, которые выпивает Штольд, масса инструментальных красот, масса звуков, синтезаторы, удивительная гитара. Штольд здесь, как и на всех прочих пластинках The Flower Kings, не импровизирует особо. У него все партии прописаны, все очень красиво, такая настоящая оркестровка. Но при этом абсолютный рок, стопроцентный. Можно назвать его прогрессивным, можно назвать его арт, как угодно, как хотите. Но это рок-музыка. Business Wamp по сравнению с Simple Song. Более агрессивное полотно, ну и то и понятно, исходя из названия Business Wamp. Более агрессивное, но все равно мягкое по тембрам. Фирменное звучание группы, оно остается неизменным с первых альбомов до последних. Последние у меня тоже есть, я про них потом расскажу. Но звучание остается конкретно таким же мягким, комфортным, очень хорошо читаемым, по инструментам я имею ввиду, но агрессивно роковым. Вот добились они этой штуки. А дальше начинается опять-таки вот это путешествие в сказочный мир, который они заимствовали у группы ЕС, но только в плане именно путешествий в свой собственный сказочный мир. Очень красиво, очень много синтезаторов и аналоговых синтезаторов, мук там и все остальное звучит. Гитара Штольта прекрасная. Штольт здесь распелся, берет такие высокие ноты, до которых раньше не дотягивал или просто, точнее, не то, что не дотягивал, не прописывал, вероятно, их. И все очень красиво, очень доходчиво, очень ярко. Визуализация полная этой музыки. Так же, как у ЕС, наверное. Но я все время сравниваю эти группы, хотя музыка здесь совершенно другая. И многие ругают такие вот команды, когда Flower King's Quoy, опять играют они все то же самое, что у ЕС. Это все сыграно в 70-е годы еще. Ничего подобного, ничего этого не сыграно. Совершенно по-другому все играется. Другая абсолютно музыка. А сравнивать, ну разве что, только за счет сложности композиции, за счет их протяженности. Ну да, час идет одна песня, что тут скажешь. Но она не надоедает, она разнообразная. Один критик написал, что ее прекрасно слушать в солнечный воскресный день, лечь на диван и наслаждаться вот этой часовой композицией. Я с ним соглашусь, это очень хорошее, умное произведение. Мне очень нравится. Мне здесь много чего нравится. Особенно нравится часть, которая называется Indian Summer. Казалось бы, Indian Summer должны быть какие-то индийские штучки. Она тяжелая, психоделическая, мрачная, тревожная и такая будоражащая Indian Summer. Она уже тут ближе к концу движется. И когда заканчивается вот этот самый Garden of Dreams, вдруг начинается вторая часть пластинки, которая тоже идет час. И она состоит из песен конкретных, абсолютно роковых. Абсолютно просто вот бери каждую песню, ставь на радио. При этом прогрессивность никуда не девается. Все так же сложно, так же красиво, так же всего много. Так же синтезаторы, гитары, голоса, многоголосие, хор, органы, все, что положено, все здесь присутствует. Но сами по себе песни прямо вот такие вот. Берешь и хит раз, хит два, хит три. И они как-то так странно развиваются. Сначала так довольно робко. Ну, начинается Captain Capstan. 45 секунд длится произведение. Потом Ikea By Night. 5 секунд. Ударные брейки. И понеслось. Потом Astral Dog. Инструментал, который очень похож в гитаре на Фрэнка Заппу. Неожиданно, что ли, начинает играть как Заппа. Death, Numb and Blind. End of the Century. Death, Numb and Blind. 11 минут. Это такой кивок в сторону Garden of Dreams, предыдущий, как бы прощание с первой частью. А вот Stupid Girl. 6, почти 7 минут. Это уже чистый рок, который бери на радио куда хочешь. Я не знаю, там с Канзас я бы не стал сравнивать, конечно, The Flower Kings. The Flower Kings это другая музыка совсем. Это не такая радийная, американская, как Канзас. Но тем не менее, просто... Знаете что, вот какая-то параллель с группой Gentle Giant, с их поздними альбомами. Там, где они начинают играть. Роу, вот The Missing Peace, вот эти вот Civilian, вот эти пластинки, где они играют такой рок-рок, что называется. Но со своими сложностями, со своими фирменными мелодическими и гармоническими штучками, со своим пением удивительным. Здесь то же самое. Вот это самое Stupid Girl, просто роковая. Немножко похоже на самые ранние пластинки The Flower Kings, когда они не расписывались так вот на часовые сюиты. Corruption, название говорит само за себя, жесткая, гитарная, тяжелая штука. Power of Kindness, Psychedelic Postcard, психоделическая открытка в чистом виде, психоделическая. Очень красивая и очень космическая. Очень интересно. И дальше просто пошли уже куда-то в сторону Beatles. Но таких Beatles на 11 минут, на 8, на 7. Со всеми своими сложностями. Но мелодика упростилась. Это не значит, что ухудшилась. Она стала внятной именно песенной. Если здесь такие сюитные формы раньше были, то дальше вот начиная со Stupid Girl, Corruption, Power of Kindness, Psychedelic Postcard, Magic Pie. Это просто какая-то красота, распевность, какая-то музыка сфер. Но при этом рок. Все в порядке. Все слушаем. Пейнтер. Любимейшая, наверное, песня здесь. Гимнообразная. В хорошем смысле этого слова. Такой рок-гимн. Мягкий, плавный, в то же время тяжелый и резкий. Духоподъемный. Очень. Очень красивая. И финальное произведение. 11 минут. Вот. Calling Home. Песня Штольта. Гранд-финал. Можно сравнить с... Опять-таки, только сравнить с Genesis с альбомами там Trick of the Tale и Wintered Watering. Неземная красота. Ярко, мощно, громко. Чисто и красиво. The Flower Kings. Очень советую. Flower Power. Наконец-то на виниле. Есть. Есть. Вот и пойду пить. В этой связи. Пока. До новых встреч.